Девишификация тревожных трендов на Среднем Востоке, куда подпадает и Кавказский регион, мотивирует страны на коллективный поиск алгоритмов нейтрализации рисков. В процесс вовлечены многие государства, за исключением Армении. Только она выпадает из ряда ответственных субъектов и убежденно осуществляет политику, обращенную вспять. Резкое обострение обстановки на Среднем Востоке, всплеск напряжения между Ираном и США Ереван стал вдруг интерпретировать в выгодном для себя свете. Армяне возвещают о новых возможностях в перекраивании устоявшихся границ. Почему? Задачей стратегического порядка для армян остается легализация оккупации азербайджанских территорий, и они находят, так сказать, лучшие решения. Они предъявляют новые притязания. Это не только смешно, но и чревато прежде всего для самой Армении, которая уже стоит на краю бездны. Вот уже четверть века Ереван четно пытается убедить международную дипломатию в бесполезности переговорного процесса по Карабаху. Демонстрирующему политический разнобой истеблишменту кажется, что он гибко маневрирует. Агрессор верит в свою способность отстоять статус-кво в зоне конфликта, хотя никаких предпосылок для реализации гнусовой мечты нет. Дрожащим голосом заявляя, будто вопрос территории уже нашел решение и Армении нечего уступать Азербайджану, Ереван продолжает позорно прятаться за спинами посредников и малочисленных защитников. Типичная манера страны-маргинала, которая наловчилась махать кулаками, апеллируя к принципу усиления мер доверия. Агрессор путанно ищет оправдание разрушительной тактики и диверсифицирует аппетиты. Но неизвестно, на основе каких геополитических расчетов он пришел к выводу, будто в регионе созрели условия для передела границ. Раскручивая бессмыслицу на почве болезненного сознания, Армении заговариваются и на устах у них Нахчеван. Получается, что исконно азербайджанская земля может стать яблоком раздора в отношениях трех главных игроков – Ирана, России и Турции. То есть, речь о субъектах, которые сто лет назад нашли золотую середину между собой, договорившись о статусе Нахчевана. Если даже оно так, спрашивается, а при чем тут вы, хромое звено цепи региональных государств? Армянскому истеблишменту не дает покоя приближающиеся столетия Московского договора, заключенного между Россией и Турцией в 1921 году, в соответствии с которым Ереван получил дырку от бублика вместо Нахчевана. Это было время, когда армянская субъективность возникла из ничего, а если более точно, за счет азербайджанских земель. Как это обычно бывает с общинствами, которыми движут низменные стяжательства, армяне, получив чужие территории, вошли в раж и до сих пор вынашивают идеальные намерения о расширении жизненного пространства. В Ереване, между тем, на всех порах муссируют примитивные придумки, дескать, договор 1921 года потерял правовую силу, и он невинуемо движется в сторону денонсации. Многим мерещится, что открывается реальная перспектива для удовлетворения территориальных амбиций. Как бы это странно не выглядело, армяне верят, что артикулируемые ими небылицы могут осуществиться в плоскости будущих трансформаций. О том, какими они будут, сами не имеют четкого представления. Одно не вызывает сомнения. Ни в повестке турецко-российских отношений, ни в рамках тройственного формата с участием России, Ирана и Турции, Абаку с ними наладил выгодное взаимодействие, нет ничего, что могло бы дать пищу для бредовых утверждений, согласно которых договор от 1921 года будет денонсирован. Москва и Анкара интенсивно наращивают потенциал двустороннего сотрудничества с ними в одном ряду и Иран. Триединство должным образом играет на усиление запаса прочности в вопросе обеспечения региональной безопасности. Для большего турбулентного пространства эта данность востребована, потому и находит реализацию в конкретике. Но Ереван сознательно смешивает акценты, продолжая эксплуатацию больного воображения и забавляет шизофреническими идеями. Отсюда и исходит непоколебимая страсть выдавать сущий вздор за геополитическую истину. Не так давно внешнеполитическое ведомство Армении попыталось дезориентировать сообщество высосанным из пальца посланием по случаю «Столетие армянских погромов в Нахчеванском Айлисе» по армянски Агулисе, где рефреном оказался тезис о праве армян жить на исторической родине. Безземельному этносу, что называется, собрались миру по нитке и подарили родину, и по логике вещей им бы жить да помалкивать. А нет, им все мало. Ереван продолжает мутить региональную среду, засоряет ее взрывоопасными компонентами, чтобы столкнуть лбами всех, возвести в абсолют хаос в надежде на выгодный поворот. Это и объясняет, почему армянские стратеги пытаются вбить клин в отношения Азербайджана с Ираном, предрекают роковой поворот в тройственном формате Москвы, Анкары и Тегерана, выводя в знаменатель несуществующую проблему Нахчевана. Нет в актуальной повестке этого вопроса, нет никакой тени над территорией азербайджанской автономии, ибо Нахчеван имеет законного хозяина, и государство региона, за исключением недогосударства Армении, согласованно выводит парадигмы устойчивого сотрудничества. Такие эффективные конфигурации взаимодействия, как Азербайджан-Турция-Иран, Азербайджан-Турция-Россия, Азербайджан-Иран-Россия, дают исчерпывающие ответы на актуальные запросы текущей и стратегической повестки. Территориальной проблемы в этом спектре не было и не будет. Она решена раз и навсегда. Для элит ведущих государств важно дополнять друг друга в сотрудничестве и усилении спокойствия, а не вдаваться в воспроизводство политической ерети, в чем поднаторел Ереван. Единственной региональной дилеммой, заставляющей считаться с собой, остается Карабах. Развязка не только ожидаема, она приближается. И надо быть во власти маразма, чтобы с уверенностью утверждать, будто истечение срока договора от 1921 года затмит тему освобождения оккупированного Карабаха и приведет к новым межгосударственным осложнениям. КОНЕЦ